Здравствуйте всем! Сегодняшняя тема кристаллогидраты. Что это за вещества? Кристаллогидраты это твердые вещества, содержащие в составе несколько молекул воды. Можно сказать, что кристаллогидраты это твердые растворы. Вот для сравнения давайте берем сульфат меди, есть чистая соль сульфат меди и кристаллогидрат сульфата меди, содержащий 5 молекул воды. Это медным папоросом называется. Общую формулу кристаллогидратов можно выразить соль, умноженную на n молекулы воды. Часто кристаллогидраты образуют именно соли, но кроме солей другие вещества тоже можно вызывать кристаллогидраты. Но у нас в задачах обычно с кристаллогидратом и солей может быть. Самые важные кристаллогидраты это медный купорос называется. Сульфат железа 7 молекул водосодержащие, это железный купорос, натрий, карбонат, 10 молекул водосодержащие кристаллогидраты, кристаллическая сода называется. Так, еще натрий, тетраборат, натрий-бор-4-О-7, значит, 14, 12, натрий-2-бор-4-О-7, 10 молекул воды. Тетраборат натрия или бура называется. Так, гипс, конечно, да, кальций-сульфат, 2 молекулы водосодержащих кристаллогидрат гипс, кальций-сульфат, 0,5 молекулы водосодержащих кристаллогидрат алебастер, магний сульфат 7 молекул воды содержащей горькая соль натрий сульфат и 10 молекул воды содержащих гидрат глаубероя соль называется что происходит с кристаллогидратом при нагревании при нагревании кристаллогидрата вода содержащая в составе кристаллогидрата испаряется образуется чистая соль натрий карбонат плюс 10 молекул воды например или медный купороз нагреваем получаем сульфат меди-2 медный купороз голубого света при нагревании получаем купрун сульфат белого света вот как на окраску даже влияет этой молекулы воды и отдельные 5 молекул воды можно получить а если медленно не до высокого температуры нагреть тогда вода может выпарываться частично то есть там другие кристаллогидраты можно получить допустим купрус сульфат две молекулы воды 3 молекулы воды до конце концов если где-то до 300 градусов нагреваем вода полностью значит выпарывается а что происходит с кристаллогидратом при растворении в воде берем это очень важно чистую воду растворяем кристаллогидрат медного купороза при растворении разрушается кристаллическая решетка значит твердые вещества как бы превращается уже не в твердые распространяется молекулу соли во всей пространстве растворителя а вот тогда вода тоже отсоединяется от соли и превращается в растворитель вот что интересно значит процента дает нам уже не кристаллогидрат а чистая соль вот давайте берем 100 грамм воды и первый раз растворяем купрус сульфат 5 50 грамм и во втором случае берем опять 100 грамм воды и растворяем уже не не чистую соль а кристаллогидрат медный купороз опять массой 50 грамм одинаково будет концентрация растворенного вещества в этих двух растворах давайте проверим масса раствора 150 правильно 100 плюс 50 и во втором случае тоже масса раствора 150 маленькие 50 но добавляется сульфат меди это чистая соль и за 4-ст уже содержится за 500 вот только кристаллогидрат 50 грамм и в составе кристаллогидрата содержится не 50 грамм чистая соль которая дает концентрацию а как найти сколько грамм чистая соль содержится в составе кристаллогидрата сначала определяем молекулярную массу кристаллогидрата 160 грамм плюс 90 грамм вода всего 250 грамм это молекулярная масса кристаллогидрата 250 грамм кристаллогидрат содержит составе 160 грамм соль правильно вот формула показывает а 50 грамм тогда сколько содержит составе чистой соли 32 получается 32 грамм значит добавляя 50 грамм кристаллогидрата в воде мы добавляем всего лишь 32 грамм чистой соли понятно здесь процент 50 деленный на стол на 150 умноженные на 100 процент получается 33 силах 3 процента 1 3 а в этом случае констрация не 50 уже мы будем делить на 150 а 32 почему потому что 50 грамм кристаллогидрата содержится 32 грамм всего лишь чистой соли тогда только получается 24 21 33 процент вот как видите констрации в этом случае быть отличаются друг от друга давайте будем определить массовую долю чистой соли в составе медного куфороса 160 плюс 90 250 грамм это молекулярная масса а массовая доля сульфата меди в составе кристаллогидрата 160 делим на 250 умножаем на 164 процент получается значит медный куфорос это есть 64 процентный раствор только агрегатный состояние твердый если вдруг раствору сульфата меди добавляется кристаллогидрат медного куфороса тогда вы медного куфороса можете считать как 64 процентный раствор а теперь давайте определяем массовую долю кислорода в составе медного куфороса мр уже знаем 250 масса кислорода сколько атомов кислорода содержится в составе этого вещества 4 плюс 5 9 атомов 9 умножаем на 16 144 получается тогда массовая доля кислорода 144 делим на 250 умножаем на 100 получаем 57 селых 6 процент составе медного куфороса составляет атомы кислорода по массе это смотрите теперь к пример 20 процентному раствору сульфата меди добавляем медный куфорос куфрон сульфат 5 молекул воды содержащих кристаллогидрат и в результате получаем 40 процентный раствор сульфата меди если раствор скажем 400 грамм то сколько кристаллогидрата требуется добавить к этому раствору чтобы получить 40 процентный раствор вот смотрите здесь мы определили массовую долю сульфата меди в составе кристаллогидрата до 64 процента значит медный купорос как 64 процентный раствор а если мы знаем процент трех растворов то можно будет решить задачу через диагональ 20 процента один из растворов 64 строится другого раствора средняя констрация 40 20 24 это сколько 6 на 5 на каждый 6 грамм 20 процентного раствора требуется добавить 5 грамм медного куфороса а масса раствора 20 процентного составляет 400 грамм тогда сколько должен быть кристаллогидрат сколько триста тридцать три силах 3 грамм получается 5 тест у нас по кристаллогидратом 10 тест первый вопрос второй лучше похоже задача на 1 я вам уже объяснял поэтому без трудностей вырещать 1 2 вопрос требуется приготовить 0 4 литр 0 6 малярный раствор сульфат натрия только из чего мы это приготовить должны из чистой воды и из кристаллогидрата сульфата натрия рассчитайте массу кристаллогидрата сколько кристаллогидрата требуется для этого а это констрация сульфата натрия мы можем найти количество сульфата натрия в этом растворе 0 4 умножаем на 0 6 0 24 моль получается при растворении кристаллогидрата в воде образуется натрий сульфат и вода отсоединяется превращается в растворитель что важно из одного моля кристаллогидрата получаем 1 моль чистой соли сульфата натрия так как сульфат натрия в растворе 0 24 значит требуется добавить 0 24 моль кристаллогидрата а молекулярная масса кристаллогидрата 142 плюс 180 322 да а масса кристаллогидрата тогда 322 умножаем на 0 24 и у нас получится ответ 77 28 грамм кристаллогидрата следует добавить воде что получить 0 6 малярного раствора четвертый вопрос натрий тетраборат бура это называется и там неизвестно сколько молекул воды но в начале видео сказал что здесь должен быть 10 молекул воды да но для составления задачи берется разные количества и сразу вы не должны брать ответ 10 там n может быть не только 10 еще 6 4 2 и так далее мы знаем массовая доля бора только массовая доля бора составляет 16 процентов а сколько бор имеется в составе вещества мы уже знаем на 4 атом бора каждый бор сколько грамм 11 грамм правильно бор 11 грамм значит общая масса элементов бора 4 на 11 44 грамм зная концентрация бора мы легко можем определить мр кристаллогидрата значит 44 грамм составляет 16 процента тогда 100 процент сколько 100 процент есть мр кристаллогидрата 275 а теперь как найти n n равно от общей массы от общей массы мы сначала отнимаем массы чистой соли это сколько будет 46 плюс 44 плюс 112 42 до 7 молекул кислорода 192 минус 192 вот от общей массы кристаллогидрата отнимаем масса чистой соли получается масса воды правильно потом определить сколько там воды вы просто делим на 18 получится 4 12 тогда 202 202 и 202 тогда 4 да вот тоже правильно 4 значит молекул воды содержится составе кристаллогидрата седьмой вопрос рассчитайте массу кристаллогидрата хлорида магния всю молекулам воды которые добавляя к раствору 200 грамм раствору констрации 6 селых 2 процент должны приготовить 22 селых 2 процентный раствор естественно хлорида магния опять это можно висеть через диагональ только продолжить первое определить массовую долю хлорида магния в кристаллогидрате 71 24 95 6 на 18 108 на 108 общая масса селых 2 процентный раствор как бы мы используем и еще селых 2 процентный раствор из них получаем 22 селых 4 процентный раствор вот тогда получится у нас массовое соотношение 23 6 24 24 24 да и 16 2 16 2 мы знаем масса селых 2 процентного раствора 200 грамм тогда масса кристаллогидрата сколько грамм 132 и 8 эту задачу конечно можно носить через уравнение тоже вы попробуете дома без диагональ через уравнение вдруг не получится сходите мне следующий раз объясню очень простая задача девятый дается кристаллогидрат сульфата магния и мы знаем что вода в этом кристаллогидрате 51 силах 22 процента составляет вода а магний сульфат тогда сколько процент составляет при том что общий процент должен быть 100 100 минус 51 22 48 силах 78 процент правильно найдите н значит магний сульфат тут один моль вода несколько поэтому будем исходить из массы сульфата магния 120 грамм 48 78 процент а тогда 51 22 процент сколько 126 вот общая масса воды 126 чтобы найти n 126 мы поделим на молекулярную массу воды получится 7 ответ 7 и давайте сразу 10 задача алюминий хлорид n молекула вода содержащий кристаллогидрат массовая массовая доля алюминия 10 силах 4 процента задача абсолютно похоже на четвертую задачу алюминий один атом поэтому 27 грамм да поэтому 27 грамм это 10 4 процент сто процент x 259 6 тогда n равно от 259 и 6 ну скорее 5 из-за округлений отнимая масса хлорида алюминия это сто тридцать три с половиной что ли сколько 35 с половиной умножаете на 3 плюс 27 35 с половиной умножаете на 3 плюс 27 133 с половиной и стальную массу делим на 18 7 получается 7 это количество воды в составе кристаллогидрата 11 вопрос так дается кристаллогидрат сульфата железа 3 и n молекула вода содержится массовая доля кислорода 62 33 процента вот предыдущая задача 10 там алюминий один атом был да в составе мы знали сколько там атома есть поэтому легко мы решили задать а тут смотрите кислород сколько мы не знаем кислород сколько да а что такое массовая доля кислорода это общая масса кислорода зеленый на мр это есть 0 6233 без процента правильно так 0 6233 равно кислород тут сколько 12 12 12 умножаем на 16 192 плюс а здесь сколько кислорода количество кислорода сколько n ну то есть x да n неизвестно сколько n а n атомов кислорода сколько грамм будет 16 n вот 12 атомов кислорода сколько грамм как мы нашли 12 умножали на 16 правильно а n атомов сколько n умножаем на 16 это 16 n Вот общая масса кислорода. А теперь МР тоже мы должны выразить через Н. Вот этот сульфат железа 3, 400 грамм. Плюс вода, сколько? Моль, Н моль. 18, 1 моль. Н моль тогда 18, Н. Вот, решаем это уравнение, получится, что Н 12. Значит, в составе этого вещества содержится 12 атомов, 12 молекулы воды. 12 вопрос. Имеется 2% раствор хлорид алюминия. Добавляем к этому раствору кристаллогидрат хлорида алюминия. Массой 100 грамм. В результате получится раствор констрации 6-7-6%. Найдите количество воды в кристаллогидрате. Если объем полученного раствора составляет 1047 мл, а плотность 1,07 мл. Понятно? Нам известна начальная констрация раствора, масса кристаллогидрата, что обязательно мы должны знать. Без этого не может выйти задача. И констрация полученного раствора, объем, плотность полученного раствора. Что я сделаю? Определяю массу раствора. 1047 умножаем на 1,07. Сколько получится? 1120. 1120,3 грамм. В результате смещения двух растворов или веществ общая масса не меняется. Общая масса не меняется никогда. Может меняться объем. Даже при смещении двух растворов объем может меняться. Но масса не меняется. Поэтому с легкостью я могу определить массу этого раствора. От 1120,3 отнимаю 100. Масса кристаллогидрата. 1020,3 грамм. А теперь массу хлорида алюминия в этом растворе. 1020,3 умножаем на 0,02. 20,4. Также я могу определить массу вещества в конечном растворе. На 1120,3 умножаю на 0,0676. 75,7 грамм. Смотрите, в начальном растворе содержится 2,4 грамма. В конечном растворе содержится 75,7 грамм. Почему? Потому что добавляя кристаллогидрата, мы увеличиваем массу растворенного вещества. А теперь дельта М. То есть разница от 75,7 отнимаем 20,4. 55,3 грамм соль в составе кристаллогидрата. Понятно? А кристаллогидрат сколько? 100 грамм. Теперь я могу написать, что чистая соль в составе кристаллогидрата 55,3. А тогда вода сколько? От 100 отнимаем 55,3. 44,7. А 1 моль алюминию хлорид 133,5. Х грамм вода. Вообще, как найти N? Вот это N что такое? Сколько моль вода соответствует на 1 моль чистой соли? В таком случае Х получается 108. А N равно 108 делим на 18. 6? Ответ 6. 15 вопрос. Похоже на 11. Только тут две разные соли. Калий сульфат, алюминий сульфат и N моль H2. Массовая доля кислорода в этом соединении? 66,7%, а без процента 0,667. А что такое массовая доля кислорода? Я до этого написал. Общая масса кислорода делена на МР. Значит, 0,667 равно. А кислород сколько у нас? Вот 4 здесь плюс 12. Всего 16. Умножаем на 16. Получаем массу кислорода в составе двух солей. 256 плюс 16 N. 16 N что такое? Вот это кислород. Калий сульфат 176 плюс алюминий сульфат 342 плюс 18 N. Понятно? Вот решаем уравнение, получаем, что N 22. Ответ 22. 16 вопрос. 16, похоже опять на 12. 5% раствор сульфата меди-2 добавляет кристаллогидрат 9,28 грамм. Какой кристаллогидрат сульфатом меди, содержащий X молекулы воды или N молекулы воды? В результате образуется 64 мл раствор, плотность 1,25 грамм на миллилитр, а концентрация 12-25%. 12-42 пройти. Найдите X или N, давайте это берем как N, например. Точно такая задача, как 12, просто с другим веществом. Там натрий, алюминий, хлорид, а тут сульфат, амидия. Вы сам из-за того, что решили эту задачу? Конечно, снимайте, да? Найдете, значит, массу сначала, потом маленький M, потом от этой массы отнимаете 9,28, получится масса начального раствора, зная процент маленький M, потом разницу между массой растворенного вещества, потом отнимаете от 9,28, получится сколько вода в составе 9,28, и на 160 грамм сульфата, амидия, сколько грамм воды соответствует, и это поделите на 18, понятно? 22-я задача. Имеется раствор, 250 грамм раствор, 25% горячий раствор сульфата натрия, охлаждаем этот раствор, выпадает в осадок чистая соль, и образуется сколько-то процентный раствор. Надо найти, чему равно констрация раствора, если выпущая соль составляет, а точнее, тут выпадает кристаллогидрат, не чистая соль, а кристаллогидрат выпадает, и масса кристаллогидрата 25 грамм. Найдите констрацию в оставшемся растворе. При охлаждении, значит, растворимость уменьшается, и иногда чистая соль, иногда кристаллогидрат выпадает в осадок. В результате, естественно, констрация уменьшается, да? Да, уменьшается. Что мы делаем? Сначала определяем маленькие. 250 на 0,25. 40... Сколько? 2,5? А, 62,5. 62,5. А масса колечного раствора 250 минус 25. 225 грамм. И в составе кристаллогидрата сколько содержится соль, мы легко определяем. Как? Натрисульфат 142 грамм, вода 180 грамм, общая масса 322, да? Значит, 322 грамм кристаллогидрат в составе содержит 142 грамм соль. А 25 грамм кристаллогидрат, сколько грамм соль содержит в составе? 11. Значит, после выпадения осадка масса растворенного вещества 62,5 минус 11. Это 51,5. А масса раствора мы вот знаем. А тогда концентрация 51,5 делим на 225. Умножаем на 100. 22,08? 8. А, 22,08 процента составляет вещества уже после выпадения осадка. 29-я задача. Есть кристаллогидрат, но мы не знаем, что за кристаллогидрат. В составе кристаллогидрата разница массы между чистой солей и воды 13 грамм. А массовая доля воды 53,2 процента. Тогда соль, сколько процент составляет чистая соль? 46,8 процента. А на 13 грамм они отличаются друг от друга по массе. Значит, давайте соль я беру х, вода, тогда х плюс 13. Тогда 46,8 – это х, а 53,2 – это х плюс 13. Так, давайте речаем. 53,2 и х равно 46,8 и х плюс на 13. Умножаем 46,8. 608,4. Минус мы переводим сюда. 5,4, х, 112,6. Где та ошибка есть? Вот здесь, наверное, да? А, 6,4 оказывается. 6,4. Тогда х? 95, что ли? 95. И смотрите, малярная масса соли чему равно? Значит, х плюс х плюс 13. То есть 2х плюс 13. 2 умножаем на 95 плюс 13. 203. 203 грамм малярная масса вещества. Понятно? 30-й вопрос. При нагревании кристаллогидрата мидного купороса частично разлагается. То есть образуется купрунсульфат, умноженный на х молекулы воды. И выпарывается 5 минус х моль вода. То есть х остается, значит, выпарывается 5 минус х моль. И в результате масса уменьшается на 34,56%. Значит, вот эта выпаренная вода 34,56% составляет от чего? От общей массы. От общей массы. От начальной массы. От вот этой массы. А это сколько у нас? 250 неоднократно уже мы введем. Общая масса 100%. А 34,56% х. Х тогда? Сколько? 8,64. 80? Нет, 8,64. 8,64? 8. 8,64. 8,64, да? Да. А N воды тогда? 8,64 делим на 18. 4,8. Значит, вот здесь у нас 4,8 моль воды содержится. Тогда х чем уровня? 5 минус 4,8, 0,2. Значит, получается вот такой кристаллогрек. Купрунсульфат, 0,2 моль вода содержащая. Чтобы сделать количество воды телом, тогда мы умножаем на 5. Получится вот такой кристаллогрек. Купрунсульфат, 5 моль и 1 моль вода. Понятно? Это точно самое. Это 1,2 на 5 умножаю, 5 и 11. Вот, ответ D. 31 вопрос. В воде растворяет натрий карбонат. N молекулы вода, содержащие кристаллогидрат, в результате получают 7,91% раствор карбоната натрия. А это чистая вода. Мы знаем только одно, что вода 4 раза больше, чем кристаллогидрат. Давайте я это принимаю как 400 грамм, а это как 100 грамм. Можно так сделать? Неважно, какое будет число вот здесь, чтобы масса воды была 4 раза больше. Тогда полученный раствор 400 плюс 100, 500 грамм. Масса вещества 500 умножаем на 0,791. 300? Нет. 30, может. 39,55. Так, натрий карбонат, N молекула вода, содержащие кристаллогидрат. Чистая соль получился 39,55. Общая масса 100, от 100 отнимаем 39,55. Это 60 селых 45, а N что такое? На 1 моль сколько соответствует? А 1 моль 106 грамм – это X. А потом X делим на 18. Слухо? 150, 142? 152, 8. 162, может быть. Ну да, отлично. 162. А 162 делим на 18, 9 получится. Ответ 9.